здравствуйте дорогие наши подписчики и гости канала это дача алекса сегодня покажем обрезку старых деревьев деревьев искалеченных деревьев запущенных которые были раньше никогда в жизни не обрезались и мы начали вот оно на заднем плане это дерево оно нас очень такое кривое больное и так далее и дупло мы там делали уже показывали у нас есть ролик и мы его пытаемся спасать каждый год мы его спасаем сколько она живет столько она будет нами спасаться пока она живой и сейчас покажем что мы будем делать как мы будем делать обрезки разные всякие и волчков и старых веток и так далее и так мы обрезали вот эту ветку она у нас мертвая была полностью мою всю удалили следующее у нас будут все ветки которые растут внутрь крона мы сейчас будем удалять сейчас все покажем вот такая вот у нас яблонька она вас видите совсем кривая коленом такая растет в сторону но она пока плодоносит яблоки вкусные мы делали первый год немного по незнанию немного по неопытности кардинальную большую капитальную очень сильную обрезку это делать не рекомендуем потому что очень много поросли получается очень много волчков с ними потом тяжело бороться тоже наросли вот такие вот веточки мы решили вот эту одну ветку оставить но мы ее будем укорачивать туда куда надо на ту почку на которую надо вот почечка наружу куда нам нужно вот на нее мы ее и обрежем пусть от нее идет ветка вот таким образом вот эти мы обрезаем на кольцо полностью потом это все замазывается кто не знает что такое кольцо кольцо это место роста ветки оно восстанавливает затягивает само вот такие в принципе обрезать ой замазывать варом не нужно маленькие но если больше двух сантиметров уже будем либо варом либо любой краской замазывать вот перекрестивающийся например веточки мы также сейчас обрежем лишь не допустим вот эту вот обрежем здесь так вот оставим но вот эти можно обрезать также на наружную почку чтобы перевести их на плодородные веточки также вот это можем обрезать вот так вот на наружную почечку обрезка идет под конус на наружную почку нижняя часть среза должна быть у основания почки верхняя у кончика почки примерно так сломаны также веточки вот лишние все также тоже обрезаем принципе можно вот это вот полностью да она вот тут трется об ветку поэтому мы ее удалим полностью вот эту обрежем на кольцо полностью таким образом так смотрим дальше что еще здесь можно обрезать если какие-то вот эти волчки вот они называются вертикальные ветки которые стремятся стать стволом после кардинальной обрезки вот их много появляется и все хотят быть стволом все растут вверх 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 если мы хотим их совсем удалить когда их слишком много вот по два бывает растут вот например вот здесь вот мы их можем допустим совсем убрать если они нам не нужны то тогда на кольцо обрезать если мы хотим перевести на плодородную ветку допустим вот сюда мы хотим сделать чтобы пошла у нас плодородная веточка вот мы на почечку тогда и обрезаем вот таким вот образом и все очки вот таким вот образом у нас обрезаются и потом они станут плодородной веточкой будут там цветочные почки вот сейчас в это время вот в апреле это хорошо делать почки у нас еще не проснулись они у нас еще спят по крайней мере у нас на урале не знаю где везде по-разному вот здесь у нас допустим здесь идет тропинка дорожка мы здесь ходим здесь вот они сейчас зарастут и нам будут по голове мешать и нам их нужно будет укоротить самые длинные веточки мы просто берем укорачиваем вот допустим на эту переводим и сейчас вот эту вот ветку я ее укорочу уберу и вот у нас питание сейчас пойдет вот на эту ветку но мы их также переключим на плодородную почечку в смысле в направлении туда куда нам нужно ту сторону в эту сторону как хотим вот так же вот эта ветка нам тоже мешается несмотря на то что это плодородная ветка здесь будут цветочные почки но она нам мешает также мы ее сейчас укоротим подрежем можно и просто укоротить допустим вот таким образом укоротить здесь тоже на почечку идет все это тоже мы вот так подрезаем на почку все какие нам еще не мешается но пока в принципе вроде бы как вот оставим вот таким вот образом здесь нам вот это вот не мешается вот здесь еще вот эти тоже мы сейчас если слишком близко к земле Но у нас не слишком близко к земле Но бывает, что еще ниже ветки Растут к земле То их тоже надо укорачивать Потому что там влажность Дожди пройдут Роса, утром от земли идет влажность И во-первых Они не поспевают плоды Они очень поздно поспевают В сравнении с верхними Во-вторых, вот эта влажность Она может и грибковые заболевания И все такое Вот так же на почечку Мы их сейчас все подрежем Эту в эту сторону Эту в эту сторону В ту сторону В какую нам с вами нужно Вот так вот На ту почечку В которую нам с вами нужно Чтобы пошли веточки А вот эти будут у нас перекрещиваться Давайте посмотрим, что мы можем с ними сделать Вот они у нас будут бить Прямо друг друга Здесь прям цветы будут, ягоды бить Вот это тогда на кольцо Мы вот так вот обрежем с вами Вот так раз Все Мешатся друг к другу Еще посмотрим хорошенечко Внимательно Что друг к другу мешается Что не мешается Где что хорошо Где что плохо Ну все Ну все вот примерно так же Вот спасение старой яблони Старой груши У нас груша вот у меня Сзади Видите Вот на заднем плане Такая же старая Мы показывали Кстати ролик будет под видео Ссылочка Смотрите Как мы ее спасли Сколько у нас было урожая груши Это что-то вообще У меня свекровь говорит За 40 лет Только груши не было Мы ее омолодили Реально Конечно После этого Это был плюс А минус Это куча волчков Посмотрите на ней Сколько вот этих вот Валчков вертикальных веток Еще больше чем на яблони Ну вот так вот Спасаем наши старые деревья Так что не спешите их рубить Не спешите их обновлять Даже если им 40 30 50 лет И все равно Что-то можно с ними сделать Можно их спасти Потому что у нас молодые Посажены Но Когда они еще начнут Плодоносить Это еще далеко Предалеко Ну все Оставайтесь со мной Ждите нашего следующего ролика До свидания Субтитры сделал DimaTorzok